Во-первых, нужно тактильно обозначить свое присутствие, что вы обращаетесь именно ко мне. То есть нужно коснуться плеча или руки человека, чтобы я понимал, что вы обращаетесь ко мне. И сказать, могу ли я вам чем-то помочь. То есть помощь нужно предложить. Она не всегда бывает нужна. Если вы предлагаете помощь, человеку нужна, он соглашается. Я должен держаться за ваше плечо или за вашу руку. То есть вы должны быть немножко впереди меня. Не вы меня берете под руку, а я вас беру под руку. За трость брать ни в коем случае нельзя, потому что тростью я работаю. Трость – это личная зона незрячего человека. Ее касаться не стоит. Предупреждайте о неровностях. В принципе, не надо говорить тихонечко, осторожненько. Это не информативно. Вы должны сказать вверх-вниз, ступеньки вверх, ступеньки вниз. В принципе, этого будет достаточно. И я держась за ваше плечо. Если вы идете впереди меня, я чувствую, что поднимаетесь вы или спускаетесь. В принципе, даже это и проговаривать не всегда бывает нужно. Также в любые двери, в любой транспорт вы заходите впереди незрячего человека. Он за вами. Этикет здесь не работает. Если мужчина сопровождает девушку, он все равно входит первым в двери. Придя на остановку, я пытаюсь понять, есть ли вокруг меня люди, и обращаюсь к ним с просьбой помочь мне. Или когда подходит троллейбус, я спрашиваю, какой это троллейбус. Или я прошу человека, предупредите меня, когда придет какой-то, ну, определенный номер маршрута. На остановке помощь нужна, да. Поэтому, если вы видите слепого человека, вы можете смело подходить и предлагать свою помощь. В большинстве случаев она ему именно понадобится и пригодится. Сейчас очень много светофоров оснащено звуковыми сигналами. И в такой ситуации, конечно, переходить легко. Правило какое? Ну, я жду, когда я не буду слышать шума машин, или когда я слышу, что люди вокруг меня начинают движение, я иду вместе с людьми. Вот такие правила. Если вы не видите прямой явной опасности для его жизни и здоровья, если он не идет в люк, вы просто предлагаете ему помощь, и человек отказывается, то, конечно, да, сказать извиниться, сказать все, извините и отойти. И в большинстве случаев слепой вас тоже поблагодарит, скажет, да нет, спасибо, конечно, но сейчас не надо. И вам улыбнется. Субтитры создавал DimaTorzok